15 июля 1977 года в 23 часа 30 минут на набережной Москвы реки появляется женщина и начинает подниматься на Краснолужский железнодорожный мост. У сотрудников КГБ, наблюдавших за ней в приборы ночного видения, уже не остается сомнений. В спецоперации, которая длится почти два года, наступает решающий момент. Теперь в любую секунду мог прозвучать условный сигнал. Есть. Смятый пакет из-под молока, кусок асфальта, радиоприемник, авторучка, контактные линзы для глаз и, наконец, яд. Казалось бы, что может быть общего у этих настолько разных предметов? Однако все они были частью одной операции КГБ по разоблачению крупного агента ЦРУ в самом сердце советской дипломатии – Министерстве иностранных дел. Американцы были уверены, что контрразведка КГБ не сможет раскрыть их агента. И поэтому псевдоним ему присвоили «Трижды неизвестный» или «Трианон». Для ЦРУ это просто кладезь. В МИДе работал, может быть, там и министр мог отравить, там, кого угодно. Увидел краем глаза, что он раскрутил эту ручку и что-то сбросил себе в рот. От него исходил какой-то вот отвратительный запах. И вот меня гримировали под него, брови, в общем, высипывали все. Вот это было очень неординарное дело. И даже точка в ней была очень удачная, поставлена. С 30 июля по 10 августа 1984 года миллионы советских телезрителей, затаив дыхание, следили за историей поиска агента ЦРУ. Вокруг нее строился захватывающий сюжет сериала «ТАСС уполномочен заявить». Трианон. 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 Зрители не могли знать, что события, которым они сопереживали у экранов телевизоров, за семь лет до этого случились на самом деле, и что Трианон вовсе не вымышленный персонаж. Правда, многое тогда происходило совсем не так, как в кино. 76-й год. Делегации СССР и США уже 4 года ведут переговоры по ограничению стратегических вооружений. Но советские дипломаты все чаще обращают внимание на одну странную деталь. Они стали понимать, что то, что они сейчас скажут, то, что они собираются сделать, в принципе, но не досконально, но в общих чертах это известно вот той самой второй переговорной стороне. И это было настолько заметно, что начался поиск утечки. Еще один тревожный сигнал поступил от этого человека. Чехословацкого разведчика Карела Гехера, внедренного в ЦРУ в 70-м году. Он сообщал, что в столице Колумбии, богате, американцами завербован сотрудник советского посольства. И что после своего возвращения в Москву, тот продолжил работать в МИДе. В октябре 75-го года в КГБ было заведено оперативное дело Кайман. Цель – обезвредить американского агента с оперативным псевдонимом Трианон. Больше про него на тот момент почти ничего не было известно. Середина 70-х годов прошлого века – это расцвет так называемой разрядки международной напряженности. Отношения между СССР и США улучшаются. Летом 75-го года 35 стран подписывают в Хельсинки акт о безопасности и сотрудничестве в Европе. Тогда же советские и американские экипажи совершают совместный космический полет. В его честь в СССР выпускают сигареты «Союз Аполлон». Официальная цена – 1 рубль 50 копеек за пачку. У спекулянтов сигареты стоят в несколько раз дороже. Но тайная война спецслужб при этом не прекращается ни на минуту. Январь 76-го года. В СССР с официальным визитом прибывает государственный секретарь США Генри Киссинджер. В состав американской делегации входит и несколько сотрудников ЦРУ. Они активно фотографируют различные места столицы. Зачем? Пока это непонятно. Но тогда же, в начале 76-го года, разведцентр ЦРУ во Франкфурте начинает передавать по радио регулярные шифровки для кого-то из своих агентов. Пошли передачи сюда. Вот как в фильме «Трианон». Все, да, монотонным голосом. Ну, правда, я и слышал. В фильме там на русском, а там на английском – женщина. И вот цифры, 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 цифры. В КГБ предполагают, что возросшая активность ЦРУ связана с тем, что в Министерстве иностранных дел начал действовать американский агент. Поиск поручают службе безопасности МИДа. В ней работают офицеры КГБ, официально состоящие в штате министерства. Полковник Михаил Курышев и его заместитель Игорь Перетрухин. Перетрухин Игорь Константинович родился в 1926 году. Участник Великой Отечественной войны. В органах госбезопасности с 1953 по 1990 год. Полковник госбезопасности. Дипломатический ранг, первый секретарь первого класса. Именно Перетрухин руководил непосредственной работой по поиску Трианона. После проверки сотрудников министерства, вернувшихся в последние два года из Колумбии, круг поисков сужается до трех человек. Все они бывали в командировках в этой стране и имели там контакты с американцами. То есть подходят под ориентировку, полученную от внешней разведки. Им присваивают псевдонимы. Федор, Боб и Агроном. Больше всего подозрений вызывает Федор. Чуть ли не каждый день он куда-то отлучается со своего рабочего места. На полтора часа куда-то исчезнет, потом возвращается. Наблюдение за ним показывает. Оглядываясь и явно нервничая, он ежедневно захаживает в один и тот же магазин, выпивает там стакан минеральной воды и возвращается обратно. Подразведчики предполагают, что он подает условные сигналы своим кураторам из ЦРУ. Но все оказывается куда банальнее. Выясняется, что продавец наливал Федору не воду, а водку. Зашел, значит, выпил стакан, повернулся, сильно покраснел. Но через пять минут налился. Он не мог прожить без стакана ни дня, потому что попросту был тайным алкоголиком. Выяснилась и еще одна важная деталь. Федор не имел доступа к секретным документам, поэтому вряд ли мог представлять интерес для ЦРУ. За вторым подозреваемым, Бобом, пока продолжают наблюдать, но вскоре обнаруживается одно существенное обстоятельство. Трианон. 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 Чтобы принять шифрованные послания ЦРУ из Франкфурта, агент должен непременно находиться рядом с радиоприемником. Но оказывается, что во время, по крайней мере, нескольких сеансов связи Боб и Федор были то на прогулке, то в гостях, то в кино. И только агроном в эти минуты всегда находился у себя дома. Под этим псевдонимом в разработке у сотрудников госбезопасности проходил Александр Огородник. Огородник. Александр Дмитриевич. Родился в 1939 году в семье военного моряка в Севастополе. В 1967 году окончил МГИМО, а три года спустя – аспирантуру. Кандидат экономических наук. В 1971-1974 годах – второй секретарь посольства СССР в Колумбии. С 1975 года – сотрудник управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. Умный, эрудированный специалист, член КПСС, Огородник казался почти идеальным советским гражданином и работником. Но тщательное изучение его личного дела показало, что он далеко не безгрешен. Его чрезмерная любовь к деньгам проявлялась даже в мелочах. Да, и закурить он давал, значит, сигареты из пачки, там, Марсбуро, и потом брал деньги, там, 10 центов или сколько-то, даже это смешно, как-то вот прям трудно даже поверить порой. Кроме денег у Огородника была и еще одна страсть – женщины. Как полагалось советским специалистам в зарубежную командировку в Колумбию он прибыл с супругой, но его это нисколько не смущало. На самом деле он просто был, ну, типичный бабник. Очень не джуан именно, а бабник. Он любил женщин, приставал ко всем, кто вообще, так сказать, поддавался приставаниям. И многие дамы, ну, они отвечали ему взаимностью. Вернувшись в Москву, Огородник тут же развелся с женой. Правда, благородно оставил ей квартиру. А сам переехал в комнату в коммуналке, где был прописан его отец. Он жил в глубокий переулок, это Краснопресненская набережная, рядом с домом правительства. И кроме него там еще семья одна жила. Женщина и сын. В Москве Огородник продолжал крутить многочисленные романы. Одной из его знакомых стала даже дочь Константина Русакова, помощника Брежнева. Но чаще всего он встречался с Ольгой Серовой, с которой познакомился еще в Колумбии. Для нее эта связь обернулась настоящей трагедией. Москва. Весна 1976 года. Чтобы лучше присмотреться к Огороднику, подполковник Перетрухин предлагает ему негласно сотрудничать с КГБ. Тот соглашается. Теперь, на встречах с контрразведчиками, он рассказывает о настроениях среди работников МИДа. Но однажды Огородник звонит и, срывающимся от горя голосом, сообщает. Умерла Ольга Серова. Простудилась, а через несколько дней скончалась в больнице. На похоронах Огородник плачет. Даже надевает на палец лежащей в гробу девушки обручальное кольцо, купленное для предстоящей свадьбы. Правда, скрытие тела Ольги тогда не проводилось. Об этом попросил ее отец. И сказал, что он не хочет, чтобы ее вскрывали, потому что она была беременна. Отец был врач. Он добился, и не было, понимаете, не было вскрытия. Потом выяснится, что о беременности Ольги отец знал только со слов жениха дочери. Появится основание считать, что Огородник причастен к ее смерти. Но это будет позже. А после похорон Ольги Огородник выглядит так, как будто он буквально раздавлен горем. Правда, наблюдение за ним устанавливает. Сразу же после смерти своей возлюбленной он начинает встречаться с другой. Ее тоже звали Ольга. Она работала в аппарате Президиума Верховного Совета РСФСР. Огородник очень интересовался, какие документы проходят через ее руки. Усаживает за столы почти профессионально, но, конечно, с большими кавычками, ведет ее опрос. А что, чего, что он, что ты, куда, что, чего и как. Настораживают контрразведчиков и другие странные события, которые происходят в жизни агронома после возвращения из Колумбии. Он отказывается занять руководящую должность в Институте Латинской Америки Академии Наук, хотя это сулит творческую работу, командировки за рубеж и, наконец, высокую зарплату. Но он почему-то выбирает МИД. Объясняет он это желанием сделать карьеру дипломата и становится рядовым сотрудником с обязательным присутствием на службе с 9 утра до 6 вечера. Зато Огородник получает доступ к секретным документам. В подразделении, в котором он служит, разрабатывают основные направления международной политики СССР. Это был отдел таких международных сугубо отношений, общих. Это не была страноведческая какая-то Европа-1, Европа-2, и там Северная Европа, или там Африка с Азией. Это были общие документы, касающиеся всего мира. БЦРУ – это просто кладезь. После возвращения в Москву Огородник покупает новую «Волгу» самого престижного черного цвета. Много ездит на ней и на работу, и по личным делам, при этом петляя и делая резкие повороты и развороты, неожиданно сворачивая в проходные дворы. Нас это очень насторожило. Есть за ним наружку или нет. Искал, короче, хвоста по-простому. В один из ненастных дней, когда Ольга Сюрова была еще жива, Огородник вместе с ней катался по Москве. Они несколько раз выходили из машины, и Огородник фотографировал его. Но вот что странно. В местах фотосъемки не было ни достопримечательностей, ни красивых видов, да и пасмурная погода для прогулки не очень подходила. В КГБ не могли разгадать эту загадку, пока не сравнили их маршрут со схемой перемещения по Москве сотрудников ЦРУ, приехавших вместе с Генри Киссинджером. Похоже, так Огородник давал понять американцам, что благополучно разыскал места расположения тайников, о которых они ему сообщали в шифровках. В январе 1977 года председатель КГБ Юрий Андрохов утверждает план глубокой разработки агрономов. Руководителем операции назначается заместитель начальника второго главка КГБ генерал-майор Виталий Бояров. Бояров Виталий Константинович родился в 1928 году в органах госбезопасности с 1945 года. Служил в контрразведке и внешней разведке СССР. В 1973-1985 годах заместитель, первый заместитель начальника второго главного управления КГБ СССР. С 1981 года генерал-лейтенант. В КГБ получают санкцию прокурора на проведение в квартире Огородника негласного обыска. Но как попасть в квартиру, чтобы не вызвать подозрения у хозяина? Москва. Бассейн «Чайка». Это место еще с конца 50-х годов пользовалось большой популярностью у любителей спорта и активного отдыха. Однажды подполковник Перетрухин приглашает Огородника попариться в бане «Чайки», а заодно выслушать детали важного поручения. И придумали легенду, что в бане соберется, значит, группа людей. И среди этих людей есть объект нашей заинтересованности. Большую веселую компанию изображают сотрудники КГБ. Они должны незаметно снять слепки с ключей от квартиры Огородника. Но он ведет себя очень осторожно. На столах в предбаннике бутерброда с икрой и семгой. Но главное – холодное чешское пиво в банках. Огромный дефицит в Москве 70-х. Но Огородник отказывается пить и есть, сославшись на диету. И все-таки не удерживается и тайком пробует пиво. Но как? Он взял банку пива, из которой пил оперработник, и отпил от него пиво, и пошел в парил. Но это все, значит, он боялся, чтобы у него психотропные вещества какие-то не подсыпали, чтобы у него язык не развязался. Он следил за этим. Оперативникам все же удается сделать слепки ключей от его квартиры и гаража, а также осмотреть его «Волгу». В машине находят тысячу рублей наличными. Это огромная сумма примерно 3-месячных зарплаты агронома. В мае 77-го года, когда Огородник вместе со своей любовницей отправляется в отпуск на Черное море, сотрудники КГБ негласно посещают его комнату в коммуналке. Но этот визит им почти ничего не дает. Огородник предусмотрительно оставил в квартире множество различных меток. Когда зашли в его квартиру, у него все было, книжки там переложено, тут волосок, там ниточка была, все посмотрели, и ни с чем, как говорится, вышли из квартиры. Тогда в квартире соседей этажом выше, прямо над комнатой Огородника, оборудуют пост наблюдения. У Огородника устанавливают микрофоны, в потолке просверливают отверстие, в котором размещают объектив камеры наблюдения. Потому что там дырочка, ну, я не знаю, миллиметр, не больше. А когда это в потолке дырочка миллиметр, и по 4 метра потолок, ее просто не увидишь физически, при всем желании. Даже если на лесенку, если залезешь и будешь знать, где это, все равно это нереально. Москва, 17 июня 1977 года. Теперь Огородник находится под постоянным наблюдением сотрудников госбезопасности. Но напряжение сказывается, агент ведет себя странно. Да, он вообще любил с собой разговаривать в качестве иллюстрации. Когда он возвращался, допустим, ужинать, он подходил к холодильнику и спрашивал, Саш, супчик будешь? Нет, говорит, не буду. А водочки хочешь? Да нет, не хочу. Ну, вот примерно так. Вечером 20 июня старший лейтенант Николай Лейтан в очередной раз наблюдал за Огородником. Тот взял с книжной полки карманный фонарь, вынул из него батарейки, а из одной из них достал четыре небольшие кассеты с микропленкой. Просмотрев пленку, Огородник вновь собрал фонарь, включил его, выключил, с удивлением сказал, надо же, работает. С этих пленок тайно снимают копии. Это инструкции ЦРУ. В КГБ получают первую улику, доказывающую, что Огородник американский шпион. В дальнейшем его планируют задержать и перевербовать, чтобы от имени Трианона снабжать американцев дезинформацией. Но этот план вскоре приходится менять. Утром 15 июля 77-го года из посольства США в Москве в разные концы города выезжают машины американских дипломатов, в том числе и сотрудников ЦРУ. Когда такое мероприятие идет, там вылетает ну 30-50 машин из посольства. Ну и давай, шуруй. За каждый. Цель такого веерного разъезда состоит в том, чтобы рассредоточить внимание бригад наблюдения КГБ и дать возможность кому-то из своих разведчиков скрытно провести важную операцию. В 18 часов 15 минут из посольства США выезжают в «Жигули» третьей модели. За рулем сидит вице-консул Марта Петерсон. Петерсон Марта Джейн родилась в 1945 году. Сотрудник ЦРУ с 1973 года. С ноября 1975 года на работе в Москве под официальным прикрытием должности вице-консула посольства США. Ну, можно прямо сказать, что КГБ не подозревало ее в том, что она сотрудница ЦРУ. Она могла выпить очень прилично, выпить. Могла там начать обниматься с охранниками там где-то там в посольстве там. Могла сесть на ступеньках у посольствах и задремать. Ее никто не подозревал вот из-за ее поведения. В КГБ явно не ожидают, что именно Марта Петерсон выйдет на связь с важнейшим для ЦРУ агентом в Москве. Трианон работал на американцев уже больше двух лет и ценился очень высоко. Колумбия, 1974 год. На одной из выставок в Богате огородник знакомится с привлекательной сотрудницей Колумбийского института культуры. Ее звали Пилар Суарес Баркало. Между ними быстро завязывается бурный роман, но все их тайные встречи фиксируются на фото и кинопленку, так как эту девушку огороднику подставила ЦРУ. Такой способ вербовки на сленге спецслужб называется медовой ловушкой. А вскоре Пилар как бы случайно знакомит его со своими друзьями-американцами. Они-то и предложили дипломату работать на ЦРУ. Огороднику пообещали хорошие деньги, американский паспорт и солидную должность в США, а также красавицу Пилар в придачу. И я не знаю, была ли она там штатная сотрудница, расписывалась ли она там в Ленгле ведомости, неизвестно. Но она работала на американцев. Почему, так сказать, абсолютно понятно. В случае его отказа американцы были готовы шантажировать советского дипломата видеозаписями его встреч с Пиларом. Но этого не потребовалось. Огороднику настолько понравилась перспектива стать миллионером и гражданином свободного мира, что он тут же дал свое согласие. Они воскрутили, они начали с ним работать по-настоящему, они поняли, что он перспективный, малый. Огородник сообщил американцам имена советских дипломатов, работавших в Колумбии на ГРУ и КГБ, и передал копии нескольких секретных документов. В свою очередь, американцы научили его разбираться в шифрах, закладывать контейнеры с информацией. Агент получил псевдоним Трианон. В конце 1974 года Огородник возвращается в Москву и специально устраивается в управление по планированию внешнеполитических мероприятий МИДа. Там он получает доступ к секретным документам. Документы, ну, скорее, такого стратегического масштаба, к которым имел отношение, ну, узкий круг людей. В начале 76-го года, уже освоившись на новом месте службы, Огородник возобновляет контакты с ЦРУ. Для работы с секретными документами в МИДе существовали специальные ознакомительные комнаты. Американцы передали Трианону особые мини-фотокамеры. Одна была замаскирована под зажигалку, другая под авторучку. в секретную комнату он проносил их совершенно свободно. Это схема ручки, в которую была вмонтирована миниатюрная фотокамера. И инструкция ЦРУ, как ею пользоваться. На самом деле, все было очень просто. Ручку нужно было разместить вертикально над документом и не сильно сжать пальцами. Так и происходила фотосъемка. С ее помощью Огороднику даже удалось переснять документы из так называемой красной папки переписки главы МИДа Андрея Громыка с членами Политбюро. Этот документ по некоторым данным показывали президенту Соединенных Штатов Джимми Картеру. Там А. Громыка. Подпись. Он им шлепнул, оттуда идет телеграмма. Ценнейший документ, ценнейшая информация. Саша, мы вас очень просим, четче держите ручку на уровне вашего локтя. Подпись неразборчивая. То есть, обнаглели. С помощью тайников американцы передают Огороднику инструкции и деньги, а также ампулы с ядом. В первый раз Трианон попросил ампулу для возможного самоубийства. Но позже, по одной из версий, с ее помощью он решил избавиться от Ольги Серовой, которая догадалась о его работе на ЦРУ. Это очень большая вероятность. Вплоть до того, что хотели провести эксгумацию ее, но потом поняли, что вряд ли мы что-нибудь там найдем. Потому что, если вот этот яд присутствовал, то никаких, так сказать, следов мы не обнаружим. Вскоре Огородник сделал заказ еще на одну ампулу. Американцы прислали агенту новый спецрезервуар, а в самой последней тайниковой операции ему передали уже третью по счету ампулу с ядом. Они тоже прекрасно понимали, что ему столько ампул для самого себя не надо. Он в МИДе работал, может быть, там и министр мог отравить, кого угодно. Они прекрасно понимали, что это они дают ему оружие для убийства. Я считаю, что это уже неприемлемо. Эта разведка уже переходит в какую-то красную черту. Москва, 21 июня 1977 года. С задержанием агента решают больше не затягивать. Вечером, 21 июня, в квартиру Огородника приходят уже знакомые ему сотрудники КГБ и, приявив обвинение, а также ордер на обыск, арестовывают его. У предателя самый настоящий шок. Он сильно психовал. Внешне даже было просто смотреть страшно. Худуном ходили ноги, руки, все. Крепкий мужик, еще раз повторяю, а вдруг у него нога вот так, мы его придерживали за руки, потом отпустили. И вот здесь сидит наша сестра, здесь наша. А у него нога подпрыгивала, чтобы было вот на стоп. Обе ноги. Видите, как колотило мужика. Сначала Огородник все отрицает, но после того, как из фонарика извлекают батарейки и микропленку, он начинает давать показания. Во время обыска находит еще шифротаблицы, инструкции ЦРУ, два пистолета. Около двух часов ночи Огородник попросил разрешения написать заявление на имя руководителя КГБ. вывел первую фразу в Комитет Государственной Безопасности СССР. Задумался и начал крутить ручку, давая понять, что она у него плохо пишет. Попросил другую авторучку, то, что стояло в декоративном стакане для письменных принадлежностей. Ее осмотрели, не нашли ничего подозрительного и передали Огороднику. И сидит, значит, руки, то положит на стол, то поднесет к одной щеке, опять положит к другой щеке. И так на меня немножко поглядывал, потом говорит, вы знаете, вот у меня еще в шкафу там выдвигающийся ящик, и вот там есть эти самые батарейки. Владимиру Скрипкину предатель указывает еще один тайник. Меня он попросил достать ему предмет, который лежал в правом углу на этом столе. Трианону удается отвлечь внимание оперативников буквально на несколько секунд. Я увидел краем глаза, что он раскрутил эту ручку и что-то сбросил себе в рот. А у него вот под ободочком таким был контейнер, маленькая-маленькая такая выщерпленка. И вот только вот это движение в рот. Схватив Огородника за руки оперативники пытаются металлической линейкой разжать его зубы. Но, увы, уже слишком поздно. Яд моментально подействовал. И вот, что характерно, от него исходил какой-то отвратительный запах, очень неприятный. Вот ничего подобного я ни до, ни после вообще никогда не ощущал. Как покажет вскрытие, смерть Огородника наступила от неизвестного яда. Это происшествие станет серьезным уроком для КГБ. Было принято решение, что такие острые мероприятия по задержанию должны проводить сотрудники специального подразделения, группа, или, как сейчас ее называют, я уже сказал, альфа. Нужно всех переодевать после задержания в другую одежду, всем, чтобы там у кого-то ампула с ядом, у кого-то может какие-то вещественные улики. Самоубийство американского агента едва не поставило под угрозу весь дальнейший план оперативной игры с ЦРУ. На экстренном совещании у Юрия Андропова генерал-майор Бояров предлагает, чтобы для американцев Трианон оставался якобы живым. Его роль сыграет сотрудник службы наружного наблюдения старший лейтенант Виктор Песок. К этой спецоперации привлекают профессиональных гримеров с киностудии. И вот меня гримировали под него, я в его гриме, поднимали мне верхнюю губу, поднимали крылья носа, брови, в общем, высипывали все. Он был немножко плотнее, пришлось поддевать поддежку. Двойник Трианона с его юной любовницей Ольгой ездит по Москве на Черной Волге. Мне сказали, что он погиб, все. И когда меня с ней познакомили на Ленинском проспекте во дворе, я вышел из машины, она выскочила ко мне навстречу, выбегая, Саша закричала и не добегая метров 5-6, у нее слезы потекли. Ну, посмотрел, что это, в общем-то, не Саша. Волга останавливается в условленных местах. Проезжающие мимо американцы фиксируют, что с агентом все в порядке. Трианон. 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 В ночь с 9 на 10 июля 77-го года разведцентр ЦРУ во Франкфурте передал для Трианона шифровку. с помощью обнаруженных у огородника шифротаблиц ее смогли быстро прочесть. Новую тайниковую операцию американцы назначили на 15 июля на Краснолужском железнодорожном мосту вблизи Лужников. огородник должен был получить деньги, уже третью ампулу с ядом и список вопросов о позиции советской делегации на очередном раунде советско-американских переговоров. 15 июля 77-го года в 23 часа 32 минуты вице-консул посольства США в СССР Марта Петерсон начинает подниматься на Краснолужский железнодорожный мост. Появление любого подозрительного человека в этом пустынном месте Петерсон заметила бы сразу. Операция КГБ по захвату Связняка получила кодовое название Сетунь-2. В 23 часа 35 минут Марта Петерсон доходит до середины моста и затем развернувшись начинает двигаться обратно. В тот момент когда она ступает на набережную в эфире раздается условный сигнал есть группа захвата появляется буквально через несколько секунд. И уже внизу ее встретили компанией своей и она стала орать я иностранка потом я I'm American дипломат я американский дипломат орет во всю глотку. Вдоль стены Новодевичьего монастыря должен был идти огородник и она кричала думая что он идет чтобы он услышал и не подходил. Петерсон как выясняется неплохо владеет приемами карате несколько раз она даже сумеет пнуть ногой сотрудников КГБ один сзади подошел хоп одну ногу поднял все а не попрыгаешь просто назад я одну ногу легко без выкручивания все просто вот так и держит ну прыгай хоть до потери сил и смех и грязь буквально каждую секунду захвата фиксирует на фотопленку капитан госбезопасности Владимир Скрипкин когда ее задержали ее кофточку так приподняли она была вся обвешана спецтехникой что собственно тоже было зафиксировано в конце арки моста оперативники обнаруживают контейнер в виде куска асфальта после задержания Марко Петерсон везут в приемную КГБ что мы делали на мосту вскоре прибывает и консул США Гросс любопытная деталь на фотографиях хорошо видно что на руках у консула двое часов вероятно в корпус вторых часов был предварительно вмонтирован магнитофон для записи разговора она говорит не говорит по-русски вот вы переведите вот что такое для чего она это передавала и когда консул начал эти вопросы задавать ей она очень грубо консул сказал заткнись консул сразу замолчал и больше никаких вопросов не задавал и вот этот камень на стол на лист бумаги вскрывает при них консул все ниже 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 на этом петерсон объявлена персоной нонграта и 17 июля вынуждена покинуть пределы СССР но огородник для американцев по-прежнему значится живым по одной из версий от имени Трианона в ЦРУ еще некоторое время будет передаваться дезинформация в том числе и о предстоящих шагах советской делегации на переговорах по ограничению стратегических вооружений 18 июня 79 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Джимми Картер подписали соглашение ОСВ-2 спустя 7 лет после начала работы над договором стороны наконец достигли компромисса почему переговоры шедшие так долго и трудно окончились всего через два года после разоблачения Трианона насколько сильно операция КГБ спутала карты американской стране точные ответы на эти вопросы пока неизвестны некоторые документы по этому делу до сих пор не рассекречены но возможно успех этих безусловно важных для всей мировой политики переговоров был предопределен именно в тот день когда трижды неизвестный Трианон не вышел на связь это неизвестный ясно-зиазин в этот день ясно-зиазин неизвестный Продолжение следует...